Лето. Каким его видят взрослые и дети? На открытии первой смены в оздоровительном лагере школы номер 9 побывала моя коллега Лариса Панина. В десяти общеобразовательных городских школах начали работу оздоровительные лагеря. Более тысячи ребятишек от будущих первоклассников до пятиклассников теперь в школу приходят не по звонку. Для них уравнение «лето плюс школа» означает отдых, экскурсии, культпоходы, спортивные состязания, викторина и масса других развлечений познавательных и интересных. Им всегда это в радость, и они остаются всегда довольными. Вот по опыту прошлых лет, когда дети отдыхают, все очень счастливы и довольны. И мы делаем все для того, чтобы им было очень хорошо, постараемся во всяком случае, чтобы дети были очень довольны, хорошо отдохнули и запомнили это лето. Вот у тебя лето, а ты опять в школе. Отдыхаешь? Да. Или как? Ну так. Как ты думаешь, в лагере можно будет отдыхать и не учить никаких уроков? Можно. Что еще можно будет в лагере? Гулять, играть. Можно загорать на солнышке, можно сыграть в разные игры, можно делать разные предметы, играть с друзьями. Можно спортом заниматься, делать все, что захочешь. Прыгать, бегать, лазить. А знаете, что вас в лагере ожидает? Знаем. Что? И стафеты, и... Конкурсы, наверное, всякие. Да, и конкурсы. А чем лагерь хорош? Ну, можно ходить в парк с ребятами играть. И еще в футбол можно играть на прогулке. На аттракционах можно в парке кататься. Еще можно лето, еще можно в футбол играть. Ну, в парке ходим с друзьями, играем. Вот оно какое наше лето, лето ярко зеленью одето, лето жарким солнышком согрето, дышит лето ветерком. Я думаю, что лето – это как бы маленькая жизнь, потому что, когда лето проходит, уже начинается учеба, и надо опять трудиться. Это когда каникулы, можно отдыхать, дома загорать, ездить на море, есть мороженое. Я могу есть мороженое, все, что хочешь, могу делать. А когда ты более счастлив? Летом или в учебный год? Летом. Можно купаться. В лагерь ходить. Да, в лагерь ходить. Бегать, прыгать, на качелях качаться. Летом можно ничего не делать. Или надо книжки по школьной программе читать? Ну, надо повторять все равно, чтобы не забыть школьную программу. Купаться в бассейне. Лето – это веселое время года, когда солнце, когда тепло. Можно на море ездить, книги всякие читать разные, интересные. Можно бегать, гулять. А лето лучше, чем зима? Мне кажется, лучше, потому что летом жарче, а зимой очень холодно. Ну, это когда надо веселиться, светит солнце, жарко на улице, все радуются. Летом можно отдыхать. А как можно отдыхать летом? На юг летать, дома отдыхать. Жаркое лето, и можно везде ехать, отдыхать везде. Мороженое можно есть? Да. Любишь мороженое? Да. В первый день лета поздравить логинских ребятишек с открытием смены приехала Валерия Андреева, полномочной по правам ребенка Московской области. Я, собственно говоря, приехала в ваш город только с единственной надеждой убедиться в том, что в полной мере обеспечивается права детей на отдых и оздоровление. Одно из основывающих прав, которое дает основания подготовить ребенка в будущей жизни здоровым, активным. И у меня сегодня лишние доказательства, увидев детей, отдыхающих, веселящихся, в том, что на протяжении трех месяцев будут созданы все необходимые условия, чтобы дети отдохнули и оздоровились. Поздравление от главы города и Совета депутатов, побывав в школе номер 9, передала и в Рио руководителя администрации города Анна Куманова. Мы на летнюю оздоровительную кампанию в этом году запланировали 14 миллионов рублей. В этом году, как обычно, в городе будут работать не только оздоровительные лагеря, но и трудовые школьные бригады. Организуется лагерь труда и отдыха. Работают детские площадки в ДК «Чайка» и в Центре социальной реабилитации несовершеннолетних «Росинка». Для ребят летом открыты все учреждения культуры и спорта, городской парк. 1 июня более ста человек, ребят и родителей, праздник встречали в Московском театре российской армии. Лето – это радостное, теплое время года. С друзьями хорошо гулять. Конечно, и книжки школьные тоже надо читать, чтобы не забыть школьную программу. Лето – это когда листья опадают. Когда травка растет, когда листья растут. Есть еще цветы. Какие фрукты можно есть? Бананы, клубника. Еще мандарины, сливы, малину, кумику, сливу, груши. Тепло, хорошо, можно на море съездить. Лето – это тогда, когда можно играть, гулять, отдыхать, прыгать, купаться. Все равно будете летом уроки делать? Задания много получили? Да. А хотелось бы, чтобы все время было только лето? Да. Хотел. А я тоже хотел. Летом весело очень. А зимой в снежки играть не будет, зимы не будет снега. Что это за зима? И елка без снега. Может, все-таки не надо все время летом? Не надо. И зимой хорошо, и весной, и осенью. Для меня нет такого понятия. Учебный год, лагерь, лето – все едино. Первое июня – это, в общем-то, уже начало лета, и мне кажется, это какой-то новый этап. И дети, которые приходят в лагерь, они немножечко другие уже, они не школьники. Они приходят на отдых, они приходят веселиться, танцевать, петь, играть. Это здорово. Лариса Панина, Александр Михайлов, Михаил Жуков. Для программы «Акцент». Спасибо. Отдыхаем.